Всем привет, здравствуйте, дорогие друзья. Я хочу разобрать небольшой кусочек заявлений Чалпан Хаматовой. И давайте сначала посмотрим этот кусочек. Если ты продолжаешь говорить, то начинаются очень страшные репрессии. Я сейчас вижу это по своим коллегам. Смотрите, куда она смотрит. Она смотрит вверх и вправо у себя. И когда люди смотрят вверх и вправо, я посмотрела, она правша. Она активно жестикулирует. Когда она кладет руки вот так, у нее правая рука сверху. И она, когда жестикулирует, правой рукой жестикулирует. И она смотрит наверх. Этот угол у правшей это зона конструирования. То есть, когда ты что-то придумываешь. Но даже если бы она была левша, то и это была бы у нее зона воспоминаний. Потому что у правшей зона воспоминаний вот здесь, слева. А у левшей наоборот все переставлено местами. То есть, даже если бы она была левша, когда она смотрит наверх, она вспоминает какие-то события, которые случились в прошлом, а не сейчас. Не текущие события. То есть, допустим, я сейчас вот буду говорить какие-то вещи, которые я помню, например, недавно посмотрела, или которые сейчас происходят. И мне не надо смотреть вот так, закатывая глаза наверх. Это что-то, к чему я требуется время, чтобы получить доступ. Да? Да, смотрим дальше. Люди отказываются вешать на фасад театра букву Z. Их избивают. Смотрите, здесь она подставляет очень сильно Владимира Машкова, которого сейчас травят вся либеральная общественность в Москве. И он является настоящей жертвой этой травли. В том числе и его дочь его травят из Америки. Здесь в Москве никого не заставляют пока что вешать буквы Z. Но если бы заставили, то смотрите, театры – это государственные учреждения. Худруки и руководители, они подчиняются, должны подчиняться московскому правительству или, если это федеральные учреждения, федеральному правительству. Это не их собственность. Это не на дом им пришли и попросили повешать букву Z. Вы здесь никто. Вы не определяете политическую повестку. При этом Чулпан Хаматова до недавнего времени, пока она не смылась отсюда, из государственного бюджета оплачивался их спектакль с Евгением Мироновым, посвященный великим деятелям в кавычках России. Это Горбачев и Горбачева Раиса. Она играла Раису Горбачеву. Сейчас, вероятно, ее кто-то заменяет, потому что спектакль никто не снимал, хотя я, как налогоплательщица, очень против этого. И большая часть населения, ее взгляды, этой части населения сейчас в театрах не представлены. В московские театры здесь просто очень много хороших спектаклей, но очень много дичи. И деньги воруются бешеным образом. И, смотрите, эти люди, они думали, что они немножко полгут, поврут, немножко подстроятся и от них отстанут. На самом деле, у них только начинается соковыжималка. Их заставляют отрабатывать. То есть, мало того, что они там предали языками русофобию, воспитывали десятилетиями, сейчас их будут заставлять участвовать в очень некрасивых, неприятных вещах, прямом вранье. И им от этого никак не отвертеться. Потому что Евгений Чичваркин, он там по тихой грусти выдавал какие-то интервью, комментарии. И в том числе и комментарии комплементарные России, объективные, да, что у России объективно сильная армия и так далее и тому подобное. И что с ним случилось? У него арестовали в Швейцарии из Чита. И с тех пор он дает эти комментарии, пропагандирует, запугивает, как из пулемета. Вот он даже изменился. Он там, бедный, бегает с горящей попой. И при этом всех уверяют, что его в Лондоне никто не притесняет. Евгений просто верим. Дальше. То есть это уже реальность, которую невозможно было себе представить до 24 февраля? Ну вы же говорили, что здесь тирания, деспотия, здесь просто ад. На самом деле они здесь просто за государственные деньги делали все, что хотели и обсирали весь русский народ. Поднимали этих героев, которые вся страна ненавидит. И это какая-то оторванная от жизни масса, которая жила своим гетто. И при этом государство, просто, видимо, привыкшее с советских времен оплачивать все эти фиги карманы. Точнее с 90-х. Это диссиденты. Они всегда против. Художник должен быть всегда против. Это уже превратилось, на мой взгляд, в какую-то опасную психопатию. Когда люди просто вот лишь бы нагадить стране. Они не выступают ни за какой курс. Они выступают за олигархический режим, за ограбление большей части населения и перераспределение всех доходов в пользу олигархов. И против Путина они выступают только потому, что Путин снизил долю олигархического разграбления. На мой взгляд. Людей не просто запугивают или как-то, что людей избивают. И вот я, сидя в Москве, не поддерживала. Это было не объявлено, конечно, официально. Но после Боинга мне, например, стало очевидно, что мы виноваты в этом. И что мы подкармливаем этих сепаратистов, которые начали воевать в Донбассе. Подкармливаем этих сепаратистов. Знаете, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что есть такая поговорка «Рим предателям не платят». Рома традиторибус нон премия. Эта поговорка возникла во времена того, как римляне пытались забоевать племя Лузитан безуспешно. У них был известный такой лидер, которого они не могли побороть. Во II веке до н.э. римляне пытались покорить племя Лузитан. Это племя предки современных испанцев и португальцев. На Пиренеях у них это не получалось. Вириад, лидер этих Лузитан, вместе с этими Лузитанами крепко засел в горах. И в конце концов у римлян не получилось их завоевать. Но получилось подкупить знать этих Лузитан. И трое соратников этого Вириада выдали его римлянам. И когда они захотели получить свои деньги, римлянам настолько не нравилась эта история. Они настолько презирали этих предателей. И настолько им не нравилось, что они не стали красивыми красавчиками-победителями. Что они объявили, что Рим предателям не платит. И с этих пор возникло крылатое такое выражение. И мне бы хотелось напомнить этим звездам об этом выражении. И всем остальным другим псевдороссиянам и выписавшимся из русских об этом. Но каждый выбирает свой путь. Продолжение следует...